здоровенький ребят вы на канале ford mac ну что же видео посвященное токсичному фандому цифрового цирка да я видел предыдущие видео маразма лично для себя посмотрел без реакции и скажу честно принципе у маразма есть право на свое мнение само собой если ему это не нравится то ради бога однако во многих теках я с ним абсолютно не согласен но это эти без какой-либо ненависти если он так хочет думать ради бога но при этом я его мнение не поддерживаю и считаю что во многих теках он реально переборщил однако давайте уж посмотрим что же такой токсичный фандом и по ходу что просьба гусворкс о том чтобы фандом был спокойный ни хера не оправдалось и и не оправдается потому что к сожалению фандом хлебом не корми и вообще неважно кого хлеба не корми но все равно конфликтики нужны как как сладкий мед вот нужны этот самый конфликтик тут нужно даже ради самой хуйни разогнать но надо ну а чушь посмотрим поехали в этом видео хочу поговорить про токсичный фандом цифрового цирка что же я конечно не ожидал такого исхода ну понятно хотя принципе я вот такого исхода я ожидал после его слов событий но предполагать можно было вполне если кто не понимает о чем я вообще сейчас говорю то два дня назад я снял видео с исключительно собственным мнением от непредвзятого зрителя касательно нового мультсериала цифровой цирк где высказался о том что мне не понравилось данном сериале почему я считаю что смотрит его в основном детская аудитория но и еще несколько моментов относительно сюжета рисовки юмора повторяюсь в ролике я не засирал фандом этого мультфильма я ни разу не проронил фраз из разряда да этот мультик могут смотреть только дизлайки с раком мозга нет я хоть и в грубой форме высказался лишь о том почему данный сериал мне как простому зрителю не понравился я не осуждал тех кому он зашел но вы бы знали сколько токсиков налетела под мой ролик ставить дизлайки писать гневные комментарии я это все читал я вообще не мог вдуплить как в принципе может настолько задеть негативное мнение о каком-то мультике кота странность когда-то слышать от маразма потому что учитывая что он давно как бы на ютубе давно в сети и нужно понимать что всегда такие люди будут находиться чисто потому что я с таким уже сталкиваюсь давно в особенности по фнафу ибо то что мне не нравится нынешней итерации five nights at fredd's а именно последние игры и книги вызывает жопогорение у многих трули фанатов хотя я считаю фанатиками то есть не люди которые просто аргументируют что им нравится что нет а просто если тебе не нравится что-то новое по фнафу то ты абсолютно тупой дегенерат который не читал книги не изучал не копался вопросе посасываешь энтаймы прочее прочее нет не потому что я пытался читать эти книги я получил лишь кринж я не получил никакого удовольствия и каких-либо поняток просто что мне вообще не понравилось я даже не был на кухер это было написано не игры которые пистолет отвратительной оптимизации скучным геймплеем и в целом сделаны ну реально хреновая просто потому что я тупой я не осознал насколько эти игры гениальны сколько скотт и стилу вы гениальные люди которым нужно прям облизывать все от очка до пяточек ёбаный рот ну я ожидал честно такого по цифровому цирку что если найдется человек которому не понравится проект то начнется пиздец опять же я не согласен с мнением маразма в его предыдущем ролике но это не значит что он не имеет права на свое мнение ради бога не нравится окей но найдутся такие люди которые сразу начнут вопить о том что это гениальное шо это это лучшее что видели глаза человечества я вообще ни на что не повлияет насколько вообще нужно быть ущемленным приматом чтобы желать блогеру смерти за то что он оскорбил сраный мультик даже не фандома мультик если бы раньше в такие моменты я бы начал удалить ролик как-то оправдываться блокировать несогласных чтобы не дай бог не навлечь на себя еще больше хейта то сейчас я даже из этого вытяну отдельную тему для ролика спасибо что предоставили мне такую возможность я спецом не стал чистить комментарии не стал никого блокировать даже при том что практически все самые залайканные комменты под этим роликом были в негативном ключе а если вам кажется что ваш комментарий удалился значит скорее всего он отлетел в спам ютуба за оскорбление а уж доставать их оттуда простите слишком много чести я многие этого не осознают но youtube реально чистит комментарии мне многие предъявляют что типа ой блять я тебе написал такое сука ебать мнение а тебя типа а меня почистили мои комментарии фу ты своих модеров поцелуешь либо сам чистишь говна кусок ребят я порой это не контролирую потому что youtube просто чистит автоматически я даже порой не захожу и вижу что эти комментариев нету их просто сука нету я даже не знал что вы их написали потому что youtube многие такие вещи подтирает очень чисто я помню свое время как-то пытался написать такое гневное мнение там просто помню какое-то видео было при паф нафкли почему-то уже давно было точно помню написал какой-то очень гневный комментарий у меня жопу побомбила вот прям разбомбила меня им ее подстерли там даже особо оскорблений не было просто стерли и вот хуй знает это автор сделал или сам youtube потому что сделано было очень оперативное больше вам скажу в сегодняшнем видео я не буду специально выдергивать только удобные мне комментарии с абсолютно детсадовским не аргументированным хейтом чтобы выставить фанатов цирка малолетними фриками из разряда и блять вот вот это вот серьезно сколько сука можно но вот почему подкуда вообще-то хуйня взялась сам просмотров набери потом снимай и сам сделай потом блять сколько раз блять не нужно быть поваром профессиональным чтобы оценить вкус еды не нужно быть крутым режиссером чтобы оценить качество фильма с ваш сериала почему эта хуйня все еще легитимно почему люди считают что правильно нести такой бред а ты просто завидуешь что у них больше просмотров чем на твоих высерах хотя справедливости ради именно таких уникумов под моим предыдущим роликом было большинство если не верите можете сами открыть видосы отсортировать комменты посначала новом но их я оставлю для затравочки под конец видоса чисто напоржать а отвечу я именно что на осмысленные и развернутые комментарии возможно даже где-то признаю свои ошибки если мне действительно грамотно аргументируют в чем я не прав поехали ну ради бога если так и будет вообще шикарно маразм ты скатился уже к цифровому цирку придрался смотрят данный сериал не только малолетки но и подростки и взрослые люди а кто спорит я хоть раз обронил фразу о том что данный сериал смотрят исключительно дети я лишь предположил что из этих 60 миллионов большинство просмотров именно от детей и дабы внести ясность я объясню по каким критериям я предположил что все-таки кора аудиторию данного сериала составляют дети ну максимум подростки до 14 лет и на всякий случай кора аудитория это не вся аудитория основывался я на таких факторах как кислотная картинка с яркими и няшными цветами карикатурные персонажи клиповая озвучка для поколения тик токерских малолеток которые больше 10 секунд не могут задерживать свое внимание я уже молчу про тупорылый юмор из серии зацензуренного маты но опять же тут можно понять просто что ну серьезно чего вы ожидали что дети не заинтересуются этим цветастая картинка яркие персонажи невероятные такие вот невероятные образы конечно заинтересуются блять вот многие как-то думают что типа ой ты сразу говоришь про детей но это же бред как дети заинтересуются ребят есть одна франшиза которой через год будет 10 лет и она своим визуалом который вроде бы франшиза должна пугать она страшная но заинтересовалась очень много детей фнаф луна завелась ты даже не вникал в серию не догадывался ни о чем просто поверхностно все пролистал и такой типа ага это кринж даже зацепок никаких не пытался найти норм люди судят по сюжету и персонажем самого сериала не по фандому нет я прекрасно понял сюжет данного сериала точнее пока что только его пилотного выпуска ну примерно можно предположить как будет дальше развиваться сюжет я посмотрел множество разборов если бы ты мой ролик слушал ушами они задницы я конкретно объяснил что мне лично в этом сериале не нравится и что мне показалось кринжовым про фандом там было сказано из восьмиминутного ролика может от силы секунд двадцать и то оскорбление фандома от меня не прозвучало и опять же если ты внимательно слушал и бы понял что к самому сюжету я не настолько там сильно придираюсь как его реализации да фандом токсичный но все же сериал норм то есть сразу же идет признание токсичности фандом да я бы не сказал что прям на эти видео совсем отбитых ребят это лада там фандом уже которые давно живут но вот именно именно что по цифровому цирку я пока что не видел каких-то относительно таких срывов разве что ситуация с rule 34 этих персонажей была такая же как у помню но они смирились с тем что они не смогут найти выход признаю что возможно про цель у персонажей я обосрался и да действительно они настолько смирились со своим существованием что даже не пытаются найти выход из этого цифрового пространства ну нужно было на поверхности на поверхности понять это по сути говоря блин в диалоге той же рогаты да и в принципе по образу джекса можно было понять один стал говнюком который строит из себя такого крутого но наверняка он один из самых затюканных и рогата которая порой очень плохо сдерживать весь пиздец в себе то мне лично до сих пор непонятно но это больше имховщина да так это то как можно даже не пытаться продолжать бороться искать зацепки отгадать тайну а просто жить цифровой жизнью даже не понимая кто ты вообще что ты почему ты так надолго тут оказался может быть в этом и смысл маразм то что они нас мы же не знаем контекст времени сколько может они там уже год-два кто знает сколько они лет там находятся в этом цифровом цирке мы же не знаем когда эта программа цифрового цирка была создана потому что судя по начальным кадрам возможно существует еще вообще с 90-х может эти люди там провели уже лет 10 королер так вообще наверное со старта игры один из первых тестеров кто опять же это лишь теория но если человек находится в каких-то условиях то возможно он просто смириться просто смириться и останется там не видя выхода опять же истории различных узников которые были заключены в разных тюрьмах по сабликованным делам различные такие путешественники которые оставались на островах и никак не могли выбраться таких примеров принципе дофига когда человек про нас состревал в такой ужасной ситуации что он не мог выбраться он пытался раз за разом но это так долго давило на его психику что он просто он просто смирился все он сломан хотя да признаю я действительно обосрался с целью у персонажей то что персонажи странно выглядят задумка автора автор хотел чтобы его проект отличался от других нет это конечно замечательно но по моему мнению опять же персонажи получились максимально в сратами и не харизматичными опять же как я говорил что мне его мнение именно в том ролике не понравилось и здесь я вообще не понимаю смысле блять сраты типичные такие мультяшные персонажи основаны на игрушках вот этого я честно не могу понять как будто художники скачали просто кучу разных моделек для блендера и совместили это все в хаотичном порядке хорошо давай приводить примеры корпорация монстров тоже огромное количество каких-то в сратах и непонятных персонажей но они хотя бы харизматичные запоминающиеся корпорация монстров уже как бы полноценное произведение мы пока судим по пилоту здесь же прописанный законченный сюжет там же цифровой цирк это пилот который делает затравку на будущее на весь как говорится сериал это с очень странно это все равно что я не знаю блять сказать знаете там проверьте гравити фоллс про полностью каждую детали характера персонажа и их будущие последствия не по первому сезону гравити фоллс а лишь по пилоту который делал алекс хирш пока учился по-моему в калифорнийском университете но это блять странно вот это как-то я не могу понять волюку маразма здесь и чувак я не устану приводить этот пример но бургер с коровьей лепешкой это тоже что-то неординарное но это просто невкусно а вот есть допустим что-то необычное что нравится все это конечно же игра гранд мобайл автору конечно приятного аппетита мы продолжаем но очень странный пример а мы с вами продолжаем данное произведение было настроено на что-то более светлое без пошлых шуток сишар и алкоголя тем более это только пилот по пилотным сериям сериал не судят что-то светлое без пошлых шуток и при этом вставляют момент с матом который опять же будет смешным только для четвероклассника причем я поясню конкретно момент про мат здесь дело не в том что в принципе тут мат присутствует а в том что как это обыграли это было не смешно вот допустим в моем любимом мультериале подозрительная сова тоже были моменты где слон во время нецензурной брони издавал характерный визг своим хоботом вот это действительно было смешно и оригинально а здесь мат и пошлые шутки вставили ну вот прям просто в лоб да и насчет то в чем а чё здесь лоб это живая реакция человек который попал в такой вот переплет он ни хрена не понимает и в итоге честно вот если бы человек оказался в подобной ситуации он застрял бы где-то на необитаемом острове он просто просыпается сука на ёбаном острове вокруг только океан нихуя нету что многие заорут какого хуя и так же вот учитывая что здесь находится этот самый фильтр фильтр нецензурщины помню хотела проверить опять же я понимаю что может быть это не всех размешит но это принципе логично проверить ограничение этого фильтра заодно и просто жива реакция типа какого хуя что произошло блять мне страшно что по пилотным сериям не судят так я и не судил весь сериал так как его не существует еще физически я высказал свои первые впечатления по пилотной серии на что я имею право в принципе этот комментарий содержал в себе практически все обоснованные претензии которым не предъявляли под моим предыдущим роликом но все же зачитаю еще удивлена реакции маразма одно из немногих видео с которым я абсолютно не согласна это хейт из-за популярности что ж я не буду отрицать что если бы этот мультсериал не обрел такую популярность я бы вообще не снимал про него ролик это очевидно я весь свой канал построен на хайповых темах но все же если бы мне показали пилотный выпуск вне рамок моей медийной деятельности и пусть даже на нем было ноль просмотров то я озвучил бы все те же самые мысли что я и озвучил своим предыдущим видео судить персонажей и сюжет по пилотному эпизоду а уж тем более сравнивать это со скибеди туалетами мрак полнейший опять же скибеди я тоже ничего не особо понял вот его сравнение просудить по пилотному эпизоду я уже отвечал своему предыдущему комментатору а вот про сравнение со скибеди туалетами мне писал чуть ли не каждый третий на всякий случай вот этот момент даже за скибеди туалетами наблюдать было интереснее я конечно просто в кромешном шоке что кто-то не понял очевидного рофла на три секунды причем хронометража разумеется никто на полном серьезе не сопоставляет фанатский трешачок с работой от профессиональной студии и это было вкинуто просто в шутку хотя я думал до этого момента вообще никто не досмотрит придирка к целевой аудитории также не имеет смысла мульт изначально не задумывался для детей ответственность за просмотр ребенком данного произведения несут исключительно родители либо это хайп не а про ответственность родители я тут согласен полностью но насчет того что не задумывался послушай мистер макс может тоже изначально не задумывался так что этот контент будут пятилетки смотреть но все же что так получилось странно да учитывая то как не поняли рофла про скибеди туалет и обязательно жду здесь комментарии в духе как можно сравнивать цирк с мистером максом еще раз возможно мульт действительно не задумывался для детей но кислотная картинка корявые персонажи клиповая озвучка юмор все это сыграло свою роль чтобы данный сериал воспринимался зрителями преимущественно как детский ну да воспринимался но но восприятие играет очень важную роль потому что пока что опять же то что я вижу вот именно гусло это мое мнение может быть и неверным вообще и гусворкс может потом расскажет об этом но визуал был сделан специально чтобы создать по сути говоря вот такой вот парадокс что вроде бы яркая картинка все цветастая будто старые игры на нинтендо 64 такие знаете веселые типа супермаре 64 там банджи казушень подобное знаете ну или подобные обучающие игры на компьютерах а в итоге здесь творится пиздец где ломаются человеческие жизни вот буквально калфма который так долго находился здесь что сломался превратился вот в такую вот тварь расщепленную в этом и смысл как бы многие произведения пользоваться вот этим самым как сказать сломом когда сначала кажется что вроде все радужно все хорошо а потом начинаешь копать глубже и понимаешь какой пиздец творится что возможно же за этой интересный такой знаете идеальный ширмы скрывается что-то воистину жутко опять же может не идеальный пример но блин шоу трумана вроде бы человека хорошая жизнь все прекрасно может пара странности но все а потом окажется что вся твоя жизнь это по факту ёбаная телешоу и все это просто ебучий театр ебучий театр самого твоего слуха рождения и тут даже придирка была не совсем в том что вы зачем в детский мультик пихаете моменты с матом а придирка больше со стороны простого зрителя была в том что ну вообще никак вот это вот кислотная картинка с такими вот детсадовскими персонажами не вяжется с тем чтобы этот сериал воспринимался как взрослый туда можно было бы мат пихать да возможно изначально он задумывался как взрослый ну просто понимаешь подача свою роль сыграла тяжело взрослому человеку смотреть на эту кислотную картинку значит походу я все еще ребенок наверное наверное мне уже не за 25 наверное все еще застрял на 10 годах цветастая картинка не равно опять же это мнение маразма ради бога но это я считаю что это бред цветастая картинка сука не равно что это ой это для детей это честно какая-то очень странная логика уже знаете немножечко немножечко но скатывающийся к логике что раз это мультики значит точно для детей даже ваши онямэ те же для детей это все для детей это от лукавого я не говорю сейчас за всех действительно многим это интересно вот у меня сложилось такое впечатление что это абсолютно детская подача в принципе я считаю что на основные аргументы я ответил другие же развернутые комментарии эти аргументы лишь дублируют ну а теперь можно и поугарать ведь например по мнению этого гражданина я вообще не имею права высказываться о каком-то популярном это бред идут опять же такие комментарии надо сразу нацвать нахер потому что это такой бред сосподи блять сам анимирую сам рисую сука почему-то сих пор меня своего шоу нету нету шоу моей собаки который не понравилось что-то знаете моей собаке например не нравилось то что играет громкая музыка так пусть она напишет свою музыку да гениальная сука логика да такая же гениальная как вот подобные комментарии сука чем хейтить попробуй нарисовать анимир по такой логике каждый сука должен был в чем-то доказать каждый человек должен был стать режиссером гениальным поваром мультсериале пока мои видео это не голливудские фильмы так а здесь у нас что а это же у нас тот самый неоспоримый аргумент из серии ты просто завидуешь товарищ вот скажи мне я хоть когда-то претендовал на такие просмотры под своими видосами не если вы мне конечно столько наберете то спасибо а касательно этого комментария я вообще не понял какая тут взаимосвязь то есть если я открыто говорю что снимаю контент чисто на поражать для малолеток с ублюдским монтажом помимо всего прочего то это значит что я ни в коем разе не имею права высказываться относительно популярного мультсериала и озвучивать свои первые впечатления а в целом комментировать прочий бред где ни одного конкретного аргумента но зато я очень и очень плохой я даже не собираюсь поэтому давайте делать выводы из нормальных претензий которые были направлены в мой адрес признаю что до в духе ни у кого из персонажа нет цели было не совсем корректно точнее абсолютно не в тему также признаю что возможно сюжет и является хорошим но уж точно не гениальным но однако реализация лично по моему мнению то есть кислотная рисовка юмор стиль персонажей получились максимально всратами на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольца чтобы не пропустить мои следующие видео ну что ж ребята вот такое вот видео опять же приятно что хоть какие-то вещи маразм признал действительно как-то уже ну прошло через этот этот фильтр первого восприятия первого обзора да уж конечно все еще не понимая многих его претензий вообще не понимаю но опять же разные люди разные мнения но со своей же своей колокольной скажу что ну правда во многих вещах с обзором и вообще не согласен опять же какое у вас мнение по поводу как и самого цирка так и видео маразма напишите в комментариях респект лайк само собой подписывайтесь на канал автор оригинала колокольчик дергайте заходите на обоих канала на бусте и спокойной ночи дружки пирожки